Завтрашнего дня на всей территории столицы запрещено находиться на льду водоемов. В противном случае штраф до 100 евро. Сегодня полицейские спасатели объехали популярные среди рыбаков места, чтобы предупредить, пока лед не станет крепче. Рыбалка только с берега. На Юглский канал с ними отправилась и Виктория Пушкила-Отто. Вторник, полдвенадцатого. Полицейские спасатели Рижской полиции самоуправления обследуют столичные водоемы. На льду Юглского канала десяток рыбаков. Мы предупредить пришли, что с завтрашнего дня нельзя будет на льду находиться. Понятно? С завтрашнего дня нельзя будет находиться. Понятно. Нашли одно место. Не, ну все места закроются. Ну с берега можете пробовать. Уже можно будет на лодке. Как хотите. Рыбачить не запрещено. На льду находиться запрещено. Так что если есть другие варианты, то нет проблем. Представители полиции рыбаки встречают с пониманием. Сказали то, что все, сегодня последний день. Завтра уже не будет ничего, да? Сегодня закрывается лед. Будем закрывать сезон, либо будем продолжать. Не знаю, как будет. Морозы будут, не будут. Надеюсь, что зима продолжится. То, что еще можно будет выйти на лед в этом году. В полиции самоуправления отметили, что сегодня уже прогнали рыбаков с озера Юглас у Виадука. Лед там был очень тонким. И несмотря на то, что запрет вступает в силу завтра, находиться на нем уже небезопасно. На Югловском канале же сегодня лед был достаточно толстым. Поэтому рыбакам сегодня разрешили остаться. А вот Александр таких громких заявлений не делает. Сюда, конечно, нет. Ну, а уже лед такой, что... Вчера внук был на кишезер, да, кишезер, как мы называем, кишка. Ну, самое... Ну, судаков там поймал немножко. Но лед, сказал, 3-5 сантиметров. Ну, он такой, килограмм 60, ему проще. А когда мне 90... Да и зачем? Рисковать в моем возрасте. Да в любом возрасте. Не оправдывается такая рыбка, чтобы это самое... Даже если ты искупаешься, и то уже. Будешь заболеть, получить воспаление легких или непонятно что. Александр говорит, что возможно продолжить рыбачить за городом. В других самоуправлениях, где это будет разрешено. Там, где лед толстый и безопасный, на его взгляд. Улов, ну как, улов не самое главное. Главное самое. Я там ловлю, подкармливаю там. Сам пенсионеры, пенсионеры, инвалидов. Ну, соседей по дому, там, родственник. Порыбачить на Югулский канал сегодня приехал и Модрис. Но, увидев лед, решил на него не идти. Лед еще достаточно толстый, но зайти на лед достаточно сложно. Потому что у берега примерно 30 сантиметров открытая вода. И так просто не попасть. Длинные сапоги нужны были. Инспекторы полиции призывают серьезно отнестись к запрету. Каждый зимний сезон им и работникам пожарно-спасательной службы приходится вытаскивать из воды тонущих рыбаков. Мы предупредили рыбаков, что с завтрашнего дня на административной территории Риги будет запрет находиться на льду. На данный момент в этом месте лед сравнительно безопасен. Хотя лед никогда не может быть безопасен. Поэтому сегодня они закончат рыбачить и начиная с завтрашнего дня начнем проверки. Если кто-то будет на льду, мы можем оштрафовать или предупредить. Максимальное наказание за нахождение на льду штраф в размере 100 евро.